МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пенальти Куган. Как Могилёвский Днепр провёл первую домашнюю игру в Лиге Первой? Первый сюжет программы «Спорт М». Ой, тяжело было, но побеждать-то хорошо. Легкоатлеты области вышли из помещений. В стране стартовал летний сезон. Главное – справиться со своими эмоциями, со своим страхом, волнением. И тогда всё у нас получится. Дорогой на Германию. Спортивные акробаты готовятся к чемпионату Европы. В этом году его принимает немецкая Риза. Игра на ноль. Перекладина. Пенальти в исполнении Александра Куганом. Днепр открыл футбольный сезон в Могилёве игрой со звездой БГУ. В Первой лиге эти команды между собой ещё не играли. А вот в Высшей провели 8 матчей. В шести из них побеждали днепровцы. Согласно прогнозам и не скроем желаниям болельщиков, от хозяев поединка ждали полновесных 3 очка и в этом матче. Однако игра, хоть и была наполнена опасными моментами, не всегда проходила у ворот гостей. Вратарю Днепра Владимиру Журуму в тот вечер болельщики присудили лавры лучшего игрока матча. Страж Могилёвских ворот отстоял их на ноль. Неспокойно было и возле гостевых шансов у днепровцев возникли несколько раз за игру. Самый-самый при исполнении пенальти, который почему-то вызвался бить. Да-да, Александр Куган. Не с пенальти гол, так с игры. Времени на это оставалось более часа, рассуждали болельщики. Но за это время они аплодировали атакам Днепра лишь трижды. Вот этому сольному проходу Федосова. Фланговому прострелу и попытке его замкнуть Денису Образову. И удару Терещенко. Нулевая ничья и два очка после двух туров в копилке Могилёвского Днепра. Без голов у нас ничего не получится. Вы часто выходили за пределы штрафной? Ну, это моя работа. У вас в боюшке сравнивают с номером? Ну, не знаю. Как они это очень приятно, конечно. Спасибо огромным болельщикам, в первую очередь, что они пришли к нам. Нам очень нужна поддержка их, чтобы нам добавить сил. И, наконец-таки, мы начали выигрывать, набирать свои очки. Подводя итог матчу открытия нового сезона, можно сказать, Днепр команда новая пока еще ищет свою игру. Матчи с таким исходом в сезоне можно ждать и не раз. Но, по прогнозам специалистов, даже при такой игре могилевчанам по силам докарабкаться до третьего места, которая также дает путевку на возвращение в элиту. Свой матч тура в высшей лиге провела и Бобруйская Белшина. Это была игра третья. Красно-черные отправились в дальний выезд, в Гродно, где сыграли с местным Неманом. Белшина вот уже 15 лет не может победить неманскую команду. Очередное 41-е противостояние этих команд началось с атак гостей. Белшиновцы были настроены решительно сломать неприглядную статистику взаимоотношений уже в этой встрече. И первый гол в хозяйские ворота влетел уже на 11-й минуте матча. Шрамченко прошел по флангу, прострелил и Багунов замкнул передачу. Удвоили преимущество Белшиновцы уже во втором тайме. Козлов запустил с угла штрафной парашют и от ноги гродненского футболиста мяч закатился в ворота. Гости продолжили наглядать обстановку в штрафной хозяев и были награждены за это третьим мячом. Его на свой счет записал Рожок. Уже на последней минуте основного времени матча хозяева один мяч отквитали, но он стал лишь голом престижа. 3-1 первая победа Белшины в чемпионате после поражения и ничьи на старте. Еще один футбольный матч, о котором пойдет рассказ сегодня в программе, игра второго тура женского чемпионата. Могилевчанки из «Надежды» принимали Ниву, кстати, из Гродно. Игра собрала внушительную для женского футбола армию болельщиков. 300 человек, цифра протокола. И при таком зрительском интересе хозяева не поскупились на голевые моменты и, собственно, сами голы. Их в матче было четыре. Дважды забивала Оксана Дроновская. Еще по одному мячу на счету Вероники Любенковой и Любы Гудченко. Есть первая победа в чемпионате. Дома побеждать оно вдвойне приятнее, потому что есть зритель, который пришел посмотреть нашу игру. Друзья, родные, близкие всегда ответственны. И то, что начинаем с домашней победы, это, конечно, классно. Да, получилось так, что игра действительно давалась, но пока в некоторых моментах не хватило, наверное, немножко хладнокровия, уверенности в себе, чтобы реализовать те моменты, которые есть. Ну, если было все без ошибок, то, наверное, мы голову подняли высоко. А так есть над чем работать. Могилевские легкоатлеты вышли из помещений и отправились в Печерский лесопарк. Там прошел Кубок Могилевской области по кроссу. Кросс или бег по пересеченной местности – одна из дисциплин легкой атлетики. Родиной кросса является Англия. Первые официальные соревнования состоялись в 1837 году. Кросс даже проводился на первых Олимпийских играх. Позже его вывели из четырехлетнего цикла. В нынешнее время раз в два года проходит чемпионат мира по кроссу. В Могилеве бегали так называемые малые дистанции. 14-летние мальчишки и девчонки по тысяче полторы метров. Их старшие товарищи – три километра. Забегая вперед, скажем, тренерский штаб Могилевской команды практически уверен – Кирилл отправится на одни из самых престижных игр среди молодежи. Свои планы на сезон и у буховчанки Анны Паферовой. Весенний кросс она пробежала первой. Ой, тяжело было, но побеждать-то хорошо. И для этого я тренируюсь, чтобы выигрывать и в дальнейшем показывать хорошие результаты. А где планируете высказать? Республика 8 мая, кросс, а потом на стадионе отбор на Европу будет проводиться. Думаю, что отберусь, буду стараться. 34 команды из всех регионов Беларуси боролись за право представить страну на чемпионате Европы по спортивной акробатике. В Могилеве прошли республиканские соревнования, по результатам которых и определились участники предстоящего Евро. За плечами этих милых девушек – этап Кубка мира, прошлый чемпионат Европы и чемпионат мира по спортивной акробатике. Но о своих заслугах Маргарита Бартышевич и Виктория Михнович не говорят – плохая примета. Ведь спортивная карьера еще не закончена. По результатам этих соревнований именно они будут отстаивать честь Беларуси на чемпионате Европы. На таких крупных соревнованиях, как чемпионат Европы, чемпионат мира, в первую очередь мы соревнуемся сами с собой, сами себе соперники, потому что все приезжают туда подготовленные на 100% физически. Главное – справиться со своими эмоциями, со своим страхом, волнением. И тогда все у нас получится. За то, что все получится, говорят факты. В последние годы на мировой спортивной арене все чаще звучат имена белорусских спортсменов. Белорусский уровень спортсменов высок. Он конкурируется с мировым уровнем выступления спортсменов. Поэтому наша белорусская акробатика развивается, растет. На сегодня все новости. Это была программа «Спорт М». Увидимся на «Беларусь-2» уже в четверг. Любите спорт! Увидимся на «Беларусь-2». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok